всем привет друзья суббота посмотрите какая у нас погода зима пришла после лета можно сказать такая была замечательная погода мы наслаждались и теперь со вчерашнего дня начался снег и причем такой конкретный и без остановки он сыпет 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 все белое ну один плюс хоть дорога мокрая потому что все где-то ноль градусов мороза такого нету 0 минус 1 и дорога не скользкая заехали тоже в торговый центр здесь недалеко где живет дочь смотрите что стоит здесь это в таких вот бадьях пиво варят кубфа медь это выставляете сколько меди а муж просто покрашена под медь им смотрим процесс пивоварения пронумерованный он первое это идет в мельницу перемалывается вот она перемололась все малин потом идет процесс номер два мальчин и значит такой там моют каким-то непонятно потом идет 333 у нас вот лейтерн потом у нас идет 4 вюрцы кухон там добавляют уже хмель вон наверху как раз вот этот топ который здоровый этот из меди вона наверху от это его снимала внизу он стоял как образец музейный так это у нас 4 потом идет у нас 5 вот сюда а ушла ген какую-то центрифугу вот в эту 5 потом у нас переходит процесс 6 это на остывание варят наверно это все варят 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 потом идет вон внизу процесс остывания оптим 6 потом идет на 7 это ферми тиран добавляют вот добавляют как раз в этот процесс дрожжи и потом идет процесс 8 аптюлин вот в бочке вон внизу бочечки все и потом в пузике в нашем животике 8 шагов получается вот такой настоящий процесс пивоварения сдали тесты на корону и руль захотел проходил мимо здесь такая медский рай и он захотел себе мясо вареного сейчас покажет ну вот что роль алинка купила роль фон в мясной лавке называется лкв об это скороченное название либо чё там либо кейс век вообще лкв это у нас грузовые автомобили называются я думаю чего на его купила лкв не поняла а это оказывается либо либо вот такая вот вещь булка и здесь либо кейс это обычная колбасятина наша с горчичкой только горяченькая но очень похоже на нашу вареную колбасятина давай роль куда на петит и хлеб и дойчь ланге и и и и и мы сейчас находимся в аэропорту баден-баден кальструю и мы улетаем в испанию на аликанте там наша компашка в сборе едем летим первый раз в этом аэропорту маленький но досматривают шманают просто катастрофа раскрыли чемодан и марину чё-то там все болит подушу все и 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 Все, мы в Испании, в городе Аликанте, провинция Валенсия. Здесь очень интересно, никаких автобусов, ничего нету, идем песочком. И трап был очень смешной, ну и так как мы ничего не ели, Маринчик нас сейчас накормит, ну и конечно для сугреву, куда, потому что в Испании тоже прохладно, так что вот так. Всем привет, дорогие друзья, мы находимся в Испании, сейчас немножко расскажу вам, как мы здесь очутились. У нас друзья пригласили в Испанию, у них здесь дом, посмотреть Испанию, тем более в этой части Испании мы не были ни разу, мы были только в районе Барселона, в этой стороне. А эта сторона получается у нас Аликанте, Валенсия, ну вот регион такой, провинция, как-то так называется. Летели мы из Баден-Бадена, билеты у нас были на самолет Ренеер, было кстати недорого, мы по-моему заплатили за два билета 120 евро, плюс у нас приорити, плюс можно было нам по чемодану 10 килограмм. У Рольфа было 10, у меня и два рюкзака, в рюкзаках не стояло сколько килограмм, главное, чтобы они помещались под сидение напротив там или под свое сидение, не знаю как. В общем, ну в общем вот так вот мы за 120 евро, а у Марины был просто рюкзак, а у нее еще дешевле был, по-моему за 30 копейками евро она покупала себе билет, вообще дешевый. И говорит, что зимой были билеты по 7 евро, вы представляете, мне кажется таких цен больше уже никогда не будет. Все, это наверное последние какие-то такие остались цены, по которым мы улетели и из Болгарии в Германию и вот сейчас прилетели в Испанию. Летели мы значит из Баден-Бадена до Аликанте, большой аэропорт там, летели два часа с копейками, 2.20 по-моему не недолго. И нас забрал человек, была договоренность и на машине, ребята, какие здесь дороги, какие, просто нельзя было это снимать на видео, ну нельзя было, просто было темно, темно, ну смысла не было какие-то делать видео. Но дороги здесь шикардосные, просто обалденная природа. И то, если бы еще было светло, я могу представить, какая красота нас бы окружала справа-слева. А вот, а мы видели только какие-то иногда горы и проезжали мы города. Бенедорм проезжали с большими высотными, огромными домами. Но это все предстоит, все у нас впереди, мы съездим, посмотрим, я, конечно, буду делать видео. Приехали мы поздно, уже было, наверное, полдесятого. Пока отопление включили, пока немножко перекусили, там небольшой кусочек только вставлю. Дом не отапливался, а здесь тоже прохладно, уже какой день. Были сильные дожди, показывал нам таксист, просто вот как в Анапе показывали дожди, там все смывало. С гор лилась вода, вот такая же вода здесь была, высокая, в этом регионе. В общем, это все же горные городишки такие. Вот, так что и приехали мы в этот дом. Наверху живут хозяева, а нас поселили, сейчас я вам покажу, на первом этаже небольшая квартира для гостей с отдельным входом, со своей ванной. Все-все-все здесь есть, и стиральная машина, и душевая, и кухня со всеми принадлежностями. Вот такая вот небольшая спальня, здесь с большим окном, вот, и большой-большой кроватью, с вентилятором таким наверху. Вот, и огромная кровать, метр восемьдесят, ноги Рульфа. Вот, очень хорошо мы сегодня выспались, и сейчас, наверное, пойдем к Марине на завтрак, потому что единственного, чего здесь нету, кафе-машины нету, кофе сварить. Вот, пойдем сейчас, я уже слышу, что Маришек топает наверху ногами, значит, она уже проснулась. Так, ну я вам сейчас и покажу, что там, вот здесь есть электрический вот такой вот нагреватель, и в остальных комнатах батареи, греют они здесь на газу, вот. Такие картинки, очень такие плотные, хорошие. Кстати, хэбэшные такие шторы. Сейчас с вами заглянем, я сама еще не видела, только проснулась. А вчера мы нигде не ходили. Ой, елки-палки, это апельсины. Дерево с апельсинами, представляете? Пока их не было, вон сколько апельсин нападало. Это типичные такие постройки испанские, с такими вот арками, террасами. Вот там вот уже следующая вилла. Там какой-то зонтик соломенный, ну, по-моему, это Марине принадлежит. Так, ну, сейчас пойдем посмотрим дальше. Я вам сейчас покажу. Шкаф. Мы так вчера покидали, как смогли, надо будет мне разобрать еще вещи. Но у нас отключилось отопление ночью, и вот только вот Рольфина подружка показывает 16 градусов. Оно было вчера тепло, мы так натопили хорошо. Вот. Так, выходим, это у нас комната. Большой душ, ширина, чем у ребенка. У меня у ребенка совсем маленький душик. И мы там не могли никак купаться, попой упирались, локтями упирались. Но здесь, надеюсь, можно, если вот так встать, где по диагонали, то можно так. Тоже шкаф, зеркало большое. Вот. Стиральная машина, утюг, доска, все есть. С этой стороны, получается, унитаз и вот здесь батареи. Батареи вчера более теплые. Так, окно, как есть, открывается. Там, смотрю, решетки. Ой, друзья, здесь, получается, у нас все в хвое. Ой, запах-то какой. Небо голубое. И хвойные деревья тишина. Ёлы пала шуршить. И бассейн, вот бассейн. Я сразу наверх посмотрела солнышко. Доча прислала мне вчера поздно-поздно ночью фотографию. Там снега навалило столько на балконе. А здесь холодно, да, прохладно, конечно. Но по меркам, как в Германии мы уезжали, то здесь вообще Африка. Так, это у нас из окна, вид. В ванной комнате. Идем дальше. Здесь у нас уже кухонька. Тоже настолько они вообще молодцы. Они нам накупили уже еды всякой. Это уже бутылочку поставили. Такие гостеприимные вообще. Воды мне купили. Знают, что Рольф любит с газом. Рольфу с газом воды купили. Холодильник. Здесь еще мой чемодан валяется неразобранный. Барная стойка такая. Такая вот кухня. Здесь все есть. Даже вытяжка. И с этой стороны вот большой стол. Стол обеденный. Красивые здесь везде двери. Такие вообще шикардосные двери. А какая дверь входная у Марины. Там тоже наверху красивая. Такая стеклянная металлическая арка сделана. Тоже все в таком испанском стиле. Так, с этой стороны тоже. Какой у нас вид? А, это дальше продолжение получается. Вот ванная комната, бассейн. И хвойные деревья. Вот. В Испании вот проезжаешь вилы обалденные. Ну, в основном все с решетками. Потому что здесь очень охренительные законы в Испании. И здесь могут, любая шушера может залезть в вашу собственность. И отсюда не вылезти. И они будут визжить, если никто не выгонит. Называются они оккупантами. Поэтому здесь почти все дома. Вот где мы не проезжали, они все в решетках. Вилы, дома. Сюда не видно. Вообще красота. Здесь так далеко до следующих соседей. Ой, сегодня пойдем гулять. Гулять с Маришкой пойдем все обследовать. Так что буду вас держать в курсе наших приключений. В Испании, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok